Всем привет, с вами Квина, и мы продолжаем играть в Хэви Рейн. В прошлой части мы узнали, кто убийца, представляете, это оказался наш знакомый старый полицейский, который ведет дела, типа расследует их, и на самом деле собирает улики и уничтожает их. Кошмар. Называется «Кто-кто», но знаете, вечно Толстяков представляет это такими добряками, а тут совсем наоборот. Маньячина. Убивает людей, убивает детей, потом смотрит в глаза мамочкам, и вообще никак это даже его не смущает. Ладно бы там только ольцы были плохими и незабочие, но, блин, вот это вот целовать маму ребенка, хотя ее ребенка он не убил, ну, блин, он помогал другой маме, которая чуть не покончила самоубийством, убил ее ребенка, и сидит слезинку, пускай вспоминая о брате. Такое, вообще, слов нет. Что ж, и он чуть не убил Мэдисон, нашу дорогую любимую в прошлой части, представляете, пожар устроил. Ну, хорошо, хоть не выстрел ей в лоб, а то бы ей точно не выбраться. Что ж, продолжаем. Мы вроде как за Шона Макс играем, за ребенка Итана. Вроде его так зовут. О, Итан приехал. Он идет ребенка разыскивать. Я, я сюда, да? Отлично. Он сразу знает, куда идти. А, это то такси, которое он спер. Ну, не человек, а кремень просто. Где-где-где-где-где он, где? Ну, вот тут решетка. Похоже на решетку. Давай-давай. Я уже очень давно, давно ищу битого. Еще отца готового сделать то, что не захотел. Пожертвовать собой, чтобы спасти сына. Кошмар. Ну, псих, он и есть псих, ловики никакой. Я искал, искал, искал. И тут, я вспомнил тебя. Нифига себе, ты еще меня выбрал специально? Ты же знал, что я пожертвовал собой ради ребенка, можно сказать. Да, называется, не повезло, так не повезло. Двойне еще, мне нечей на это. Всего лишь поиски отца, способного спасти сына? Всего лишь поиски отца? Ты хоть представляешь, каково чувствовать себя ничтожеством в глазах собственного отца? Поверь мне, я страдал. Не меньше своих жертв. Я прошел все испытания. Да. Верни мне моего сына. Он здесь. Осталось только открыть решетку. И какого черта ты там пистолет выставляешь? Интересно. Уже прошел все испытания. А, ребенок, он тут. Действительно. Давай, давай, давай. Тряси, тряси, тряси. Любимые слова. Тряси, тряси, тряси. Надо чем-то взломать, да? Блин, блин, блин. Что делать? Что делать? А если я не спасу? Ага, вот. Палка. Копалка. Подходящая. Если я сильно долго бежать. Давай. Поддевай. Давай, давай. Ну, ну. Ну. Как сказал... Не помню, как кто. Мертон, что ли. Дайте мне рычаг, и я переверну землю. А, и точку опоры. В том плане, что практически все можно уничтожить рычагом. Все замки, которые вот делаются с дужками, тоже рычагом уничтожаются. По идее. Давай, давай, давай. Бери, бери, бери его. Хватай. Тащи, 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 тащи. Ну. Ой, бедненький. Это там не утоп. Ну, конечно, мы этого не узнаем. Мы сейчас будем охотиться за негодяем. Хорошо, что все-таки у нас Берек жив. Блин, нифига себе. Как в лучших манерах боевиков. Битва на заброшенном складе. Всегда есть с чем покидаться друг к другу. Всякими железными крюками. Блин, я за кого играю? За одного или за второго? Блин, я не понимаю. Папа, бедненький. Блин, я должна выбрать еще за кого. Все по местам. Преступник вооружен и очень опасен. По приказу открываем огонь на поражение. Здесь не про это она. Паражение. Эш, снайперы на местах. Да, лейтенант. Они ждут команды. Отлично. На сей раз он не уйдет. Открываем огонь, как только он высадится. Эш, что здесь делает журналистка? Я же приказал всем молчать. Уберите ее, пока не полезла под пули. Есть, лейтенант? Ладно, пошли. Вы совершаете ужасную ошибку, лейтенант. Лейтенант не виновен, я докажу. Блин, а сейчас за кого? А что, сейчас за вот этого толстого? Или за того, кто снизу? Вы не могли бы же сделать такую хитрость, что ты за одно, а ты за второго играешь. Драка, получается, вечная, да? Боже мой, боже, он не дышит. Не умирай, сынок, пожалуйста. Дыши. Ну же, дыши. Ну? Искусственное дыхание. Давай, давай. Дыши. Дыши. Надеюсь, это было не зря. Ну, сделай еще ему искусственное дыхание. Блин, он что, умер? О, малый, ты нас напугал. О, 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 жен. Сон, злобно, сценаристы. Сделай, чтобы мы переживали. Я думал, ты умер. Капец, сколько он там был. Трое-четверо суток под водой, без еды. Эш, убери ее, наконец. Марс невиновен, черт возьми. Он невиновен. Это хулиганка. Нет, Викс. Ну, девчонка, не промах, с чертовщинкой. Папец, убери ее, без еды. Папец, убери ее, без еды. Ждем приказа, лейтенант. Внимание всем. Отставить огонь. Повторяю, отставить огонь. Ну, хоть на это у него мозгов хватило. Мэдисон? Что случилось? Там копы, снаружи. Они окружили склад. Только ты выйдешь, откроют огонь. Я выйду один. Поговорю с ними, объясню. Пристрелят, не успеешь рот открыть. Слушай, мы выйдем все вместе, подняв руки вверх. Всех нас не пристрелят. Я могу доказать твою непричастность, Титон. Слушай, прости, что не поверил тебе. Я думал только о Шоне и решил... Бедненький Шон. Еле двигается. Неважно. Самое главное, ты спас Шона. Ты такой ребенок, такой крепенький. Хорошо, король. Давай. Уклоняйся. Еще. Еще. Ай, нет. Нет. Шо один доходяга, шо второй. Спаси меня. Пожалуйста. Спаси. Сейчас. Вали. Ты чуть Мэдисона не убил, столько детей убил. Козлина, мы тебя спасать не будем. Так тебе и надо. Я однозначно очень мстительная. Ну, заслонился ребенком. Ну, тоже вариант. Ну, чтобы Мэдисон заслонился. Она улыбается довольно, все живы. Эх, мы молодцы. Ребенка спасли. Любовь построит Итан и Мэдисон. Убили главного негодяя. Нафиг его. Призов мы за это не заслужим. Ну, и фиг с ним. Ребенка мы спасли. Мы молодцы. Четыре героя. Тоже неплохо. Правда? Герой Хеверин. Да, вообще. Чуть не убила. Позволили сорвать жестокие замыслы мастера Оригами. Комиссар полиции принес герою официальные извинения. Главная новость дня. Наконец-то полиция выследила убийцу, так называемого мастера Оригами. Скотт Шелби, белый бывший лейтенант полиции. Он выдавал себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы. Ужас. Ужас. Шелби был убит в ходе проведения полицейской операции. Однако подробности событий пока не уточняются. Все-таки, конечно, невероятная история выдавался. Ну, многие убийцы, конечно, хотят быть ближе. Классная квартира. Молодец, Итан. Ты уже красавчиком выглядишь. Очухался. Малому нравится однозначно. Там есть комнаты. Что скажешь? Это чудесно, Итан. Мы забудем о том, что случилось. И будем жить обычной жизнью. А прошлое вскоре покажется дурным сном. Мы заслужили право на счастье, Итан. Это да. Все трое. Хорошо. То, что хорошо, кончается. Блин, ну мало, наверное, травмы на всю жизнь. Вот это. Наш гость попал на этой неделе на обложку мира сегодня. И признан всей страной новым героем нашего времени. Кто? Кто это? И не даром он почти единолично положил конец серии жестоких преступлений, завершенных мастером оригами. Сумасшедший полицейский. И спас мальчика по имени Шон Марс. Его решительность и острый ум заслуживают восхищения. Норман Джейден. Ура, ура. Ура, ура. Ты молодец. Несмотря на то, что ты сдался, но ты молодец. Как-то это нехорошо показывают. Кто это? Нет, нет. Не делай этого. Не надо. Викинбяку. Три... Трихтокаин, что ли? Трихтокаин, что ли? Трих... Не помню название. Молодец. Молодец. Ты герой. Отказался от наркотиков. Правда, как говорит моя подружка, не бывает бывших наркоманов. И алкоголиков. Ну, зачем ты это опять надел? Лид. Джейден, тебе опять будет плохо. Сними каку. Все, хватит. Тебе уже хорошо. Ни хрена себе. А ты не в очках. Да. Бедный сошел с ума. Бедненький. Ничего. Отдохнет. Без работы. Пойдет на пенсию. Она как-то свалится. Ретает. Отставку уйнет. Ты убил моего сына, Скотт. Ты вспоминал об этом, когда обнимал меня. Вот-вот. Ну, вроде как убил ее сыну как раз тот подражатель. Но все равно он виноват. Потому что псих. И ничто не может тебя оправдать. Да, ему еще могилку такую приличную сделали. Взрывать ее нафиг. Бедная женщина. Убили ее ребенком. Мужчина куда-то делся. Вот этот Скотт Шелби зацеловал ее, когда был убийцей сыном. Вообще кошмар. 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 Бывает в жизни ужасная история все-таки. Я читала историю, почему, ну, версии разные. Почему у Итана вот эти видения, хотя он, хотя он не мастер оригами. Я не помню, когда это было. А, это было у этой Лорен. У него видение, типа, что он был как-то связан. После того, как на него наехала машина, он как-то был связан с убийствами вот этого вот Скотта Шелбина. Когда Скотт Шелби совершал какие-то убийства, у него были падения в память. Пропадения в память. Провалы, провалы в памяти. Ну, то есть, что все равно игра не обошлась без сверхъестественного. То есть, как бы, другим ничем объяснить это никто не может. А студия не потрудилась это объяснить, потому что они прекратили выпуск этой игры, хотя планировали еще DLC, в которых все объяснят. Блин, прикольно такие сделали резкие, нарезки всех этих самых интересных моментов, которых я играла. Хотя в других играх, которые играли другую линию сюжетную, у них этого не было. То есть, все как бы индивидуально сделано. Молодцы, молодцы. Что ж, игра мне очень понравилась. Вам спасибо, что были со мной, что разделили мой восторг от этой игры. Меня просто переполняют эмоции. Я не уверена, что смогу сейчас точно сформулировать. Но, блин, мне как-то не верится, что игра уже закончилась. Я все время к ней готовилась морально, чтобы поиграть одну, вторую серию. Потом немножко отдохнуть. Потом опять поиграть. Как и может. Да. И она вот взяла, закончилась. Я узнала, кто самый главный негодяй. Это печально. Вроде там у нее какой-то есть DLC про этого вот... Таксидермист. Какой-то дополнительный эпизод. Я не знаю, что это и как это. Но если это можно пройти, то мы это пройдем. Что ж. Не хочется прощаться с игрой. Может быть, я еще пройду предыдущую игру этой фирмы. Фаренгейт. Говорят, что вообще она классная, классная, классная. Но я не уверена, что у меня там что-нибудь либо получится в ней. Потому что мне кажется, что в ней сложно играть. Но, может, я все-таки буду проходить и мучиться. И вы будете смотреть, и хихикать. И всем будет весело. Что ж. Пока-пока. Удачи вам.